здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня медицинская программа поговорим о том что мы по привычке называем старым добрым словом рентген то что нас как говорится просвечивают а расскажет нам об этом ксения василина менчикова заведующей отделением лучевой диагностики и узи люберецкой областной больницы здравствуйте ксения васильна добрый скажите вот слова рентген это вообще уже на и на вас как-то ну какой рентген или по-прежнему можем так называть это ну действительно лучи рентгеновские да есть ионизирующие излучения вот благодаря которому мы получаем изображение до сих пор эта технология используется но их опасность она присутствует есть определенные годовые дозы которые ну больше которых не рекомендуется получать вот но учитывая современность оборудования цифрового конечно эти дозы более снижены чем это было много лет назад вот сразу давайте мы будем лишь лайфхаки давать нас принято сколько раз вот если аппарат не очень современные но и не с не очень старые но наверное 6 аппараты которые в основном статьями виду не только в люберцах вообще сколько человек раньше по моему 1 года надо было делать рентген теперь можно два раза в год ну флюорографию в рамках диспансеризации условно график легкое такое да для женщин еще актуально маммография тоже в определенном возрасте ближе к 50 годам это очень важно делать если есть патологии раз в год или раз в два года вот проводить обследование всегда если мы говорим о здоровье до в рамках диспансеризации то конечно это не должно быть часто это вот условно раз в год если вы мы говорим о наличии каких-либо заболеваний и то мы здесь отталкиваемся от показаний если у человека есть показания к обследованию в том числе рентгенов скому и его клиническая значимость превышает вред ионизирующего излучения то конечно же мы делаем это обследование вопроса жизни и смерти конечно если стоит вопрос острый но его облака то конечно да мы мы делаем след не всегда мы пользуемся исследованием с облучением это также может быть ультразвуковые исследования это может быть магнитно-резонансная томография где рентгенов ских лучей нет вот кстати давайте мы сейчас разберемся потому что опять же совершенно непонятно многие люди как жили в рентгене в хорошем смысле слова флюорографии так и остались и потом тоже знаете как какую работу не возьми принесите на ночь флюорографию что вы не болеете там какими-то нехорошими заболеваний то есть без нее никуда но люди даже я вот психологически понимаю что когда становишься это там поднимите приз на все эти вещи надевают на тебя какой-то значит предмет вот и как-то такое ощущение что вот меня облучают то есть я понимаю что это же для меня надо хотя может быть даже не для меня что я знаю что мне все хорошо я должен предоставить эту справку вот на меня же облучает вы давайте мы будем развеивать мифы насколько все таки это сегодня опасно и можно плавно перейти к вашему оборудованию чем она отличается от тех старых аппаратов вообще сколько вот я не знаю там условно с начала 90-х годов как меняется оборудование от опасного к менее опасно ну все-таки нужно делать по показаниям несмотря на то что все мы всегда уверены что у нас все в порядке диспансеризации пренебрегать совершенно не следует то есть раз в год если у вас есть флюорография той ну вы соответственно можете и предоставить работодателю в каких-то там запросах если это необходимо вот и конечно в первую очередь это нужно для пациента для любого гражданина иметь это на руках и раз в год проходить это обследование потому что это может помогать выявлять различные образования разные личные изменения люгочной ткани на ранних стадиях и соответственно предотвратить развитие этого заболевания в более тяжелую форму или если мы говорим например а туберкулезе то инфицирование других людей ближайших родственников соседей коллег и в общем масштабирование но вот качество вот опять же боязнь людей что их облучают чисто психологически нас чем мы их облучаем что происходит как сейчас процесс вот что у вас за оборудование как она работает на данный момент у нас современное оборудование она в получается двадцать втором году мы получили два современных аппарата для маммографии один достаточно уникальный таких практически нет в московской области он у нас используется также активно центром амбулаторной онкологической помощи для выявления у женщин различных образований на ранних стадиях для биопсий и это конечно невероятно сократило сроки выявление патологии вот когда можно обернуть процесс и вернуться к нормальной полноценной жизни даже если мы говорим об онкологическом заболевании вот мы получили новый рентгеновский аппарат в стационарное отделение номер один то есть это круглосуточные стационар который работает принимая всю московскую область по скорой помощи вот и конечно там крайне важно быстро диагностика быстрая качественная визуализация для того чтобы вместе с хирургами с травматологами поставить как корректный верный диагноз и приступить к лечению да то есть не откладывать на вот но опять же все-таки раз мы раз в год ну да даем и понимаем что надо много раз значит я не знаю может быть какая-то такая глобальная врачебная тайна вот но что-то мне подсказывает что предполагают медики наши медицинские начальники что если ты раз в год сдаешь что ты успеваешь восстанавливаться от первой там флюорографии которую ты сделал значит все таки какое-то облучение есть но она в таких дозах что она выводится как-то да да конечно ну как бы есть минимальные дозировки ну которые мы получаем при этих обследованиях естественно есть санпины есть приказы по которым эти дозировки и оборудование которое поставляется должны соответствовать она проверяется конечно она все приходит сертификатами сифонила сертификатами с паспортами вот у нас при оборудовании и введении в эксплуатацию каждого кабинета приезжают инженеры специальные которые проводят дозиметрию проверяется не только оборудование но и стены и близлежащие помещения вот чтобы фон не распространялся на соседние комнаты палаты кабинеты вот кабинеты покрываются специальной боритовой штукатуркой специальными защитными свинцовыми пластинами свинцовые двери ставни или такие сюда до тяжелые такие монументальные также выделяются комплекты фартуков для щитовидной железы области шеи на грудь на живот длинные фартуки юбки это все для того чтобы при проведении исследования а минимизировать лучевую нагрузку для пациента чтобы мы могли закрыть области которые в исследовании не нуждаются вот я может быть не совсем сейчас к вам это относится на ту самаш ваши коллеги я помню раньше например стоматологи да там некоторые делали вообще без флюорография потом стало модно что в каждом частном кабинете взять нужно быть свой рентгенчик такой маленький тебе раз сразу сделали снимок и тут же врач работает это же тоже лучевая история или немножко другое что там действительно нормы для аппаратов дентального рентгена они крайне отличаются от тяжелого рентгеновского оборудования такого как стационарные аппараты там доза совершенно минимально можно не переживать поэтому полу абсолютно хорошо ну возвращаемся к теме оборудования а что входит в это оборудование на сегодняшний день то есть я так понимаю что ну вы сказали о комнате то есть такая некая специальная комната но там есть вот я даже не как экран не экран вот потому что бить рентген бывает стоячий иногда наверно привозят людей которые в горизонтальном положении и может быть в очень плохом скажем так состоянии она вам нужно делать когда человек вам не столько помогает сколько-то нужно решить эту проблему то есть и потом от этого аппарата идет какая-то компьютерная запись да потом идет толкование отдается врачу так это работает ну конечно сейчас процесс прогресса он очень развивается молниенос прогрессе прогресс 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 прогрессе рует невероятно да потому что если мы говорим о том какие аппараты были раньше допустим в начале нулевых в девяностых годах это аналоговые аппараты это пленки и табаки это раствор и все такое да это темно темные комнаты да но это лишь потренировались на лишено романтизма потому что это конечно запахи и длительность процесса сейчас все намного проще полная цифровизация вай-фай кассеты которые не нужно вставлять в считыватели как это было даже вот недавно на оборудование которое у нас стояла 2012 2010 года вот сейчас новые аппараты которые поступили в последние два года там вай-фай кассеты а что такое вай-фай кассеты это когда не нужно преобразовывать никак это изображение есть специальный детектор небольшой и когда мы кладем кассету под пациента то после проведения исследования это исследование сразу попадает на рабочую станцию лаборанта и оттуда же на рабочую станцию врача то есть мы тем самым ускоряем процесс получения изображения до минимизируем работу лаборанта то есть поток увеличивается мы можем быстрее принимать пациентов но при этом лучевая история остается вот та самая с тех самых времен а не то конечно лучевые нагрузки они ниже потому что оборудование сверну технологии меняется все равно остается я не придумали что-то нового чтобы да конечно оно присутствует да на рентгене он конечно до сохранять то есть лучевая нагрузка присутствует тогда возникает вопрос может быть наших зрелых телезрителей те которые делали флюорографию когда давно еще на тех аппаратах человеку свойственно забывать можете течет забыл и сделал не раз в год а два раза в год стоит ему бояться что эти лучики могут прилететь там через 30 через 40 лет или вряд ли уже это крайне маловероятно потому что ну понимаете вокруг нас очень много различных раздражающих факторов помимо рентгеновского излучения вот и говорить и уповать на то что причины каких-либо заболеваний может быть именно обследование это очень низкий процент действительно хорошо его сейчас работаете то есть все равно же остается что вы как врач как специалист именно в этом в области медицины и в этой области область как даже так сказал медицинского оборудования вы ставите но не то что диагноз да вы описываете то что вы увидели вы увидели какое-то новообразование или ничего не увидели вот и вы отправляете этот эту запись или даете ее на руки в каком-то виде да если человеку это необходимо я уж не знаю вот обычно я так насколько помню сейчас ты что-то сфотографировался назовем это так и она сама как-то пошло там где-то гулять ну я имею ввиду если просто для если ничего серьезно конечно что-то серьезно то человеку самому хочется сразу узнать что там у него но все равно это попадает к врачу верно к врачу рентгенологу или вот после врача рентгенолога вы отправляете к лечащему врачу а чаще всего ну так должно быть пациент к нам приходят с назначениями от какого-либо специалиста профильного ну то есть пациент не может сам себе назначить обследование если мы опять же не говорим про диспансеризацию которая обязательная да он подступает жалоба от кого-то да если мы берем поликлиническое звено амбулаторная ну к примеру у него болит спина он идет к неврологу и получает от него направление на мрт вот проводится ему мрт например пояснично-крестцового отдела позвоночника на следующий день готово описание это описание попадает в электронную систему и мяс и врач который его направлял может это уже увидеть в личной карте пациента в электронной вероятность просто да вот от врача к врачу вот вы ко мне пришли не брать вы говорите ну вот мне кажется что у него там тут а ну такой человеческий момент а здесь этого нет есть вероятность того что что-то не забыла написать например ну я не про вас а в принципе размер или еще чего человеческий фактор если он присутствует сейчас настолько развитые коммуникационные связи в виде чатов в виде телефоне можно быстро конечно у нас большая больница у нас много поликлиник стационаров и мы все между собой взаимодействуем это обязательный принцип в работе особенно с параклиническими службами хорошо сейчас делаем паузу напомню что эта программа открытый диалог очень интересно я прям начал вспоминать все свои рентгены вот потому что мне всегда казалось какой-то отдельный домик такой ты заходишь и выходишь но тем не менее есть о чем поговорить ксении васильной менчиковый заведующей отделением лучевой диагностики и узи люберецкой областной больницы дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог ксения васильна менчикова заведующей отделением лучевой диагностики и узи люберецкой областной больницы к 7 8 у меня еще такой вопрос вот видите как врач приходит сразу ксения васильна да потому что ну как то ответственность такая а чем мы можем увидеть с помощью сегодняшней лучевой диагностики я сейчас поясню потому что здесь еще есть узи и лучевая диагностика вроде бы как ну и когда сколько кстати узи безопасно и что нам может помочь вот этот рентген флюорография не является ли это чем-то уже таким мои же узи распред прозвенели про это самое зачем нам рентген это не является каким-то рудиментом потому что для каждого из вида обследований есть свое время и свои показания если мы берем флюорографию то это нам нужно для того чтобы раз в год в рамках профосмотров не увидеть ничего проверяться да и понимать что с нами все окей если мы говорим о рентгене то мы обращаемся туда когда выявлена какая-то патологии нам нужно ее верифицировать ну то есть понять есть какие-то проблемы да или нет каких-то проблем если нам недостаточно информации которую мы получаем на рентгеновском изображении рентген диагностическом то мы тогда можем обратиться компьютерной томографии которая прям видит все насквозь вот если ну то же самое и с женщинами да в плане маммографии есть узи мы можем посмотреть по узи молочные железы можем по маммографии и в зависимости от типа молочной железы есть определенные показания что-то мы лучше увидим на маммографии что-то лучше на узи то есть все таки все нужно все методы дополняют друг друга не взаимоисключают а именно дополняют и в связке иногда в комбинации очень хорошо работают просто выглядит так что вроде как узи ну кажется что менее безопасно тебе вообще не заметно да вот а вот рентген это какая-то такая подготовка морально то есть все таки надо это это какие вы заболевания сегодня можете с помощью рентгена обнаружить ну совершенно ски все до огромное количество да если мы конечно не говорим о каких-то заболеваниях которые проявляются в крови в крови или аутоиммунные то что мы не можем увидеть да то что методом лабораторной диагностики то если это как-то отражается на тканях организма на органах то в большинстве случаев с помощью кт мрт рентгена флюра и маммографии мы можем это увидеть еще такой вопрос люди разные возраст разные и если какие-то противопоказания для работы с лучевой диагностикой или их нет работы или именно исследований нет исследования исследования когда вот пациенту но нельзя силу каких-то есть как то есть операция на сердце нельзя делать потому что не выдержит пациент конечно ряд есть противопоказаний если мы берем беременных женщин нельзя не нельзя а не рекомендовано допустим мрт в первом триместре рентген не рекомендуется но опять же если стоит вопрос о о том что нужно поставить диагноз и это исследование необходимо то мы к нему прибегаем вот по мрт есть достаточно большой ряд противопоказаний это металлоконструкции потому что мы работаем с магнитом вот если металлы в зубах все вопрос в как у какой-то металл то есть достаточно ну в 95 процентах случаев все современные импланты которые устанавливаются они мр совместимы вот если у пациента есть паспорт или есть выписка где написано что он является этот металлом агнетическим то мы можем провести такое исследование но у нас в каждом кабинете есть металлодетектора металлоискатели даже его надо а у меня прям испугали у меня есть это в зубики в одном на друг заходом все это проверяется прозвучали все прозвеним так хорошо еще вот такой вопрос мы раньше как думали что вот вы помните ведь проявляли и тогда вы же видите все еще в негативе или можно уже нужно в позитив переводить фото сейчас на цифровом оборудовании можно делать со снимком все что угодно даже не интересно как можно его даже разукрасить раз мне кажется что врачи раньше просто именно с негативом работали моментально чтобы там не переводить не ничего да но снимки вот как на тех условиях на которых снимок произвели изменить уже было ничего нельзя вот какой он появился на пленке как фотографии с ним да ты уже ничего не можешь сделать сейчас же ты можешь преобразовывать изображение так как тебе необходимо где-то можешь сделать ярче где-то можешь сделать лет нужен для этого ну наш человеческий организм нуждается чтобы в цветном варианте посмотрели что там у меня внутри ну нет нам достаточно черно-белого огромного до количество оттенков серого как оттенков серого ну да это видно когда я всегда поражаюсь когда делается узи я думаю ну что там человек видит только звук какой-то такой непонятный хорошо ксесина не могу не подойти к следующей теме потому что она очень важна ведь это очень сложная работа все-таки вы же прекрасно отдаете себе отчет в том что как бы там ведь и я тут мучаюсь все первое отделение вас мучил вопросами безопасности кто сегодня работает вот в этом отделении где учатся на эту работу и что входит в обязанности этих людей и вопрос безопасности тоже как-то вас потом обследуют смотрят и каждый ли может врач по состоянию здоровья работать в кабинете в это врачи получают свое образование наравне с другими врачами клинических специальностей то есть это 6 лет медицинского института два года ординатуры вот и соответственно они получают специальности врача рентгенолога лаборанты соответственно заканчивают медицинское училище и тоже получают специальность лабораторное дело квалификацию вот лабораторное дело в рентгенологии у нас есть дозиметрический контроль то есть когда мы на работе я не знаю возможно вы когда-то обращали внимание на карманах или в районе малого таза есть такие жучки черные это называется дозиметры у рентгенологов и у лаборантов они как раз считывают наши индивидуальные дозы раз в квартал мы сдаем эти дозиметры в специальную организацию которая снимает с них показания и у каждого человека есть индивиду паспорт индивидуальных доз за год он суммируется и ни у кого из сотрудников он не должен превышать определенную а если вы все мы с таким еще не сталкивались но это конечно нарушение ну честно откровенно да нет это делает абсолютно сторонняя организация никак не связанная с больницей туда со всей москвы московской области доставляют сюда зимитры это все очень серьезно их забирает курьер это все при тебе опечатывается вы же все равно получаете какую-то дозу всегда когда но она в рамках допустимого ну и потом сейчас рентгенологи находятся конкретно врачи выведены же из процесса вот но если мы не говорим о скопических исследованиях иногда врачу нужно облучаться до рядом с пациентом находиться когда он проводит скопию вот в таких случаях да но опять же это должно быть все в рамках норм прописанского скопия это когда это исследование когда человек пьет барий и мы смотрим его желудок или кишечник на пример я все это сейчас представляю я не было просто такой процедуры не знаю но тем не менее вы же понимаете что это опасно поэтому чек когда делает выбор столько медицинских профессий почему вы сделали этот выбор и ваши коллеги я думаю что наверное вы не думали об этом ну просто это интересно как и любая специальность ты находишь для себя что-то интересное это связано с оборудованием с техническим прогрессом с тем что постоянно развивается обновляется вот и это в постоянно находится в движении но вы же чувствуете что вы все равно в опасной зоне находитесь но мы работаем для пациентов и в конкретно в рабочем процессе таких мыслей не возникает у вас есть какое-то ну как у нас обычно говорят молоко дополнительное там или может быть лишние тысячи рублей за то что вы на вредном уже все-таки это вредная у нас и у нас есть дополнительный отпуск то есть у нас в отличие от врачей клинической специальности у многих у них четыре недели у нас это семь недель отпуск дополнительный ну то есть общий отпуск за год у нас я не ги погулять значительно больше до чем идут вообще к вам коллеги но вы же не одна работаете там правильного отделения у нас в отделении порядка 150 человек то есть у нас очень большое подразделение да но это все-таки конечно дефицитная специальность лаборантов и рентгенологов достаточно мало квалифицированных специалистов с опытом очень сложно действительно находить но мы стараемся создавать условия при более оборудование новое это же интересно для того кто хочет да мы стараемся создавать привлекательные условия для того чтобы привлечь специалистов к нам в больницу вот и с ними взаимодействовать работать более 7 недель до тоже ну и последний наверное вопрос все-таки как вы думаете рентген по-прежнему будет с нами и пока что об отмене лучевой диагностики или каком-то ее видоизменении это вот как кстати до сих пор идет разговор об атомной энергетике да то ее хотят то не хотят ну по-разному я имею ввиду в в мире вообще как таково я сейчас не беру до темы связанные с оружием а именно будут в пользу человека и вну электроэнергии так далее то есть пока что открытие рентгена по-прежнему с нами я думаю да потому что его польза значительно превышает вред который может принести ну что ж мне остается вас поблагодарить за вашу смелость я уж не знаю и за 7 недель вы видите как я прицепился я шучу конечно потому что от того как сделают ринок каждый врач на своем месте до важность его точного попадания но мы прекрасно понимаем что любой пациент идущий к рентген в рентген кабинет он даже ничего не боясь но все равно понимает что что то вот что ты тут такое вот поэтому вам еще нужно создать там улыбнуться лишний раз там чего-нибудь к либо наоборот иногда надо с кем-то пожестче да так в хорошем смысле слова вот мы желаем вам удачи чтобы новая техника которая пришла к вам работала на благо всех нас вот чтобы люди приходили на диспансеризации вы говорили зря пришли у вас ничего нет вот правда сейчас уже фотошпленки нет поэтому уже нечего ее так сказать тратить любом случае спасибо вам напомню что в гостях у нас была ксения васильна менчикова заведующая отделением лучевой диагностики и узи ливерецкой областной больницы всего доброго до свидания а